МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск из Селяк Парад и в начале коротко о главном. Кумар Аксакалов с рабочим визитом посетил Таиншинский район. Глава региона ознакомился с ходом ремонта дороги Лавровка-Келеровка-Таинша-Чкалова и встретился с жителями Чкаловского сельского округа. В честь празднования Дня столицы и Дня города в Североказахстанской областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла пресс-конференция. Петропавловские осужденные женщины получили дипломы по специальностям швея и мастер строительных работ и частого колледжа по специальностям парикмахер, стилист и озеленение. Подробности в выпуске. На состоявшемся в Ашхабаде шестом Каспийском саммите президент Касым Жамартукаев предложил ускорить создание совместного секретариата для Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана и призвал к скорейшей реализации Актаусской конвенции. Хотя важный документ был принят 4 года назад, он до сих пор не вступил в силу. Грузы, перевозимые из нашей страны по этому маршруту, за последние 5 месяцев увеличились в 2,5 раза. Между тем, торговля с другими государствами, расположенными вблизи Каспийского моря, увеличилась на 9%. Глава государства заявил, что для увеличения показателя необходимо увеличить перевозки не только металла и химической продукции, но и продуктов питания морским транспортом. Сегодня на совместном заседании двух палат завершилась вторая сессия 7-го созыва. Тем временем были приняты важные законопроекты. Депутаты направили в правительство и другие государственные органы около 500 депутатских вопросов по актуальным вопросам в стране. По словам председателя Мажелиса Ерлана Кушанова, законодательная повестка второй сессии была достаточно содержательной, и Мажелис, и Сенат провели 42 пленарных заседания и рассмотрели сотни вопросов. Необходимо сохранить производственно-технический потенциал отечественного оборона промышленного комплекса и обеспечить комплексное и планомерное развитие вооруженных сил, других войск и военных структур. Такое предложение прозвучало сегодня на внеочередном заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности. На совещании рассмотрены вопросы планирования, организации и диверсификации закупок вооружения, военной техники и боеприпасов на 2022 год. Кроме того, была дана информация о ходе реализации стратегических и программных документов военного планирования, а также их регламентации с учетом изменения геополитической обстановки в мире и регионе. Кумар Аксакалов с рабочим визитом посетил Таиншинский район. Глава региона ознакомился с ходом ремонта дороги Лавровка-Телеровка-Таинша-Чикалова и встретился с жителями Чикаловского сельского округа. С подробностями наш корреспондент. На трассе Лавровка-Телеровка-Таинша-Чикалова кипит работа. Товарищество Кокшетау-Жолдара ремонтирует 8 километров дороги. Убирают старое покрытие и укладывают новый асфальт. На эти цели выделено 1,2 миллиарда в тенге. Завершить планируют в августе. Глава региона оценил качество проводимых мероприятий. Этот проект уже 5 лет идет с 2017 года. Так 5 лет и наконец-то он завершается и соединяемся с республиканской дорогой. Далее Кумар Аксакалов посетил товарищество агрофирма «Эксимнан». На 4,65 гектаров земли высажены картофель, свекла, морковь, лук, капуста, огурцы и помидоры. В последние годы территория оказалась запущена и заросла травой. Благодаря предпринимателю ситуация изменилась кардинально. Мы его с учетом того, что имеется посевная площадь, имеется потенциал, приняли решение по восстановлению огорода с целью того, чтобы местное население по себестоимости обеспечивать овощами. Здесь трудится 12 человек. Они сохраняют чистоту и убирают сорняки. Глава региона отметил, что необходимо повышать количество подобных садов в области. Побольше таких хозяйств должно быть. Побольше должно быть людей, которые заняты в работе. Ну и это бизнес, который дает прибыль. Также Кумар Аксакалов встретился с жителями Чикаловского сельского округа и проинформировал о проводимых работах в области. Таймшинцы поинтересовались, что станет с местным домом культуры в селе Чикалово. Объект, некогда перешедший в частные руки, находится в плачевном состоянии. Договоримся, выкупим у инвестиционного фонда Казахстана. Выкупим. Я думаю, что не за небольшие деньги выкупят его сельхозтоваропроизводители. И попросим тех, кто, кстати, и продавал, и кто закладывал, принять участие в этом. Потом нам на баланс передадите государству, мы сделаем ремонт хороший. Жители села Петровка говорят о необходимости восстановления школы. Ремонта здания не видела 40 лет. В настоящее время здесь обучается 252 ребенка. Также чикаловцы требуют придать местной поликлинике статус больницы. Ранее они могли получать лечение в стационаре. К сожалению, по численности населения, по нормативу сети, в Чикаловском сельском округе положена только врачебная амбулатория. Но, тем не менее, здесь открыто отделение дневного стационара. Где могут пролечиться жители сельского округа. Я не против того, чтобы здесь было как отделение Таньшинской больницы. Все-таки расстояние приличное. Доезжать до дары центра, но крупное село, крупные села. Давайте найдем механизмы, как это реализовать. В завершении Акимобласти снова указал о необходимости оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям. Таверланд Любаев, Махжан Ахмадина, Урал Амренов, Служба новостей. О нарушении прав потребителей в торговле рассказали журналистам на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций. За пять месяцев 2022 года в Департамент по защите прав потребителей Североказахстанской области поступило 170 обращений. Из них 31,8% касаются вопросов нарушения прав в сфере электронной торговли. Большинство жалоб потребителей касаются несоответствия товарообразцу и описанию, которые предоставлены на интернет-сайте продавца или интернет-магазина, а также отказу в возврате такого товара. В настоящее время в Департамент по защите прав потребителей Североказахстанской области поступают обращения от жителей, касающиеся вопроса возврата денежных средств интернет-магазином Wildberries. Эта проблема возникла в связи с введением санкций против России. Данный вопрос по каждому обращению решается с головным офисом в Москве. Естественно, что процесс возврата денежных средств занимает значительное время. Необходимо подтверждение перечисления денежных средств, выяснение поступлений их в банк и поступили они на счет потребителя или нет. В связи с этим просим жителей нашей области, кто столкнулся с проблемой невозврата денежных средств интернет-магазином Wildberries, связаться с нами по телефону горячей линии нашего департамента 53-42-32 или направить обращение через телеграм-бот комитета по защите прав потребителей или единую информационную систему защиты прав потребителей ЕТУ-ТУНШИ. Также обращение можно отправить через портал ЕГОФО в вкладку ЕТУ-ТУНШ электронных обращений. Кроме этого, письменные и устные обращения у нас принимаются на ежедневной основе в рабочее время. По адресу нашего департамента это город Петропавловск, Парковая, 57В, кабинет 309. О том, как осуществить государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, где и сколько дней оказывают данную услугу, рассказали в департаменте юстиции. Следует сказать, что некоммерческие организации могут быть созданы в форме учреждения общественного объединения, акционерного общества, объединения собственников имущества, фонда ассоциации и в иной форме, предусмотренной законом. Документы на регистрацию юридических лиц можно подать через отделы по обслуживанию населения. Услугу оказывают в течение пяти рабочих дней. По словам ведущего специалиста отдела департамента юстиции региона Алуи Хасеновой, существует ряд оснований для отказа. Такие как это нарушение порядка создания перерегистрации и реорганизации юридического лица, непредоставление передаточного акта или разделительного баланса. Если юридическое лицо или единственный учредитель, участник юридического лица является бездействующим юридическим лицом, если физическое лицо, являющееся учредителем или руководителем юридического лица, бездействующих юридических лиц, а также если физическое лицо, являющееся учредителем или руководителем юридического лица, признан недееспособным или ограниченно дееспособным, либо безвестно отсутствующим, объявлено умершим, зарегистрировано в качестве умершего, либо его статус неопределен, если имеет непогашенную или неснятую судимость, если является должником по исполнительному документу. Также предоставление утерянных или недействительных документов, удостоверяющих личность. В Казахстане завершился весенний призыв. Воинская часть 66-37, расположенная в областном центре, пополнилась новобранцами. Так, около 200 военнослужащих пройдут подготовку. С подробностями наш корреспондент. 30 июня в Казахстане завершился весенний призыв. На плацу учебного пункта воинской части 66-37 собрались около 200 человек. Все они солдаты-срочники, прибывшие из четырех регионов нашей страны. Восточно-казахстанская, Карагандинская, Туркестанская и Жамбулской областей. Срок службы – один год. На первом этапе у них будет начальная военная подготовка проходить, занятия. По строевой подготовке, по уставам, по огневой подготовке, по физической подготовке. Далее служебно-боевая деятельность. Азамату Кунтуару 22 года. Окончил Семипалатинский государственный университет по специальности машиностроения. Азамат желает посвятить свою жизнь профессии военного. Отмечает, что работа военнослужащего респектабельна и уважаема. Близкие стремления молодого человека поддержали. Я поговорил с родными, принял такое решение – ослужить в рядах Национальной гвардии именно. То есть, с гордостью носить. И хотел бы дальше взять свою жизнь с военной деятельностью. То есть, работать по контракту. Стабильная зарплата. И вот после недавних событий хотелось бы защитить свою родину. Войнослужащие войдут в составы батальона оперативного назначения, стрелкового подразделения, зенитного дивизиона, роты обеспечения и заступят на охрану исправительных учреждений. А 6 августа принесут присягу. Тамерлан Тлеубаев, Адиль Нуржанов, Служба новостей. В женской колонии Петропавловска прошел выпуск профессионального колледжа по специальностям швея и мастер строительных работ и частного колледжа по специальностям парикмахер, стилист и озеленение. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Несколько десятков женщин обучаются в Петропавловском профессиональном и частном колледжах, которые функционируют на территории учреждения. Сегодня 57 выпускницам вручены дипломы о получении профессии швея, мастер строительных работ, парикмахер-стилист и озеленение. Обучение является одним из важных факторов исправления осужденных. С получением дипломов женщины получат возможность трудоустройства не только в стенах учреждения, но и после освобождения. В текущем году 57 из них швея 16, мастер строительных работ и отделочных 16, парикмахер-стилист 15. Также хочу отметить, что в этом году выпускаются первые брустяки по новой специальности озеленения количества 10. Колледж предусматривает два вида обучения, но это в дальнейшем уже видно будет. Фаина Монтаева прошла специальный курс обучения в профессиональном колледже и получила диплом по специальности швея. Девушка очень рада и благодарна за такую возможность. Так получилось, что я попала в учреждение. И когда я сюда приехала, мне сразу предложили поступить в колледж, получить образование среднее. В принципе, я не отказалась. По счету, у меня будет третье образование, два вольных. И вот одно здесь окончилось. Сегодня у меня будет. Буду получать диплом. Поначалу было интересно в том плане, что опять ты закупаешь канцелярию, опять ты сидишь за партой, слушаешь преподавателя, сходишь исправно в колледж. А дальше понравилось тем, что профессия оказалась очень интересной, очень обширной. И в своей каждой профессии есть такие моменты, которые нигде больше не встречаются и не попадаются в профессии швеята, что ты своими руками создаешь что-то интересное. И в принципе, мне понравилось. И я осталась учиться и исправно ходила в колледж. После церемонии вручения дипломов началась концертная программа. Девушки не только получили образование, но и продемонстрировали свои таланты на сцене. Малика Кайрат, Адиль Нуджанов, Служба новостей. В Айртаусском районе обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти супруги 33 и 36 лет. О случившемся сообщили дети, находившиеся дома во время произошедшего. С места происшествия изъято охотничье ружье. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийства при оттягчающих обстоятельствах. Оставшиеся трое несовершеннолетних детей помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в селе Саумалколе Айртаусского района. По одной из основных версий произошедшего, предварительно установлено, что сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Ход расследования находится на контроле прокуратуры области. В адрес Департамента комитета по регулированию естественных монополий региона с ноября прошлого года поступали жалобы горожан по вопросу начислений за тепловые потери. По итогам суд обязал Севказэнергосбыт прекратить произведение начислений и произвести перерасчет начислений потребителям в течение месяца. При этом отказано о признании недействительными условия договора, предусматривающих обязанность потребителей оплачивать тепловые потери. В результате обеими сторонами поданы апелляционные жалобы. На решение суда оставили без изменения. В 2021 году в Северном Казахстане зафиксировано 43 случая производственного травматизма. 65% работали на частных и 32,5% на государственных предприятиях. Большинство пострадавших трудились в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Причинами травматизма послужили грубая неосторожность, нарушение требований на ней безопасности при эксплуатации транспортных средств, а также правил безопасности и охраны труда. В результате падения материалов и обвалов пострадали 9 человек. Из-за воздействия вредных веществ 8 и в дорожно-транспортных происшествиях 6 человек. Всего погибло 11 североказахстанцев. Общая сумма материальных выплат составила 17,7 миллиона тенге. В североказахстанской областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Дня столицы и Дня города. В этом году главный город страны отмечает свое 24-летие. В честь даты учреждения культуры, спорта, творческие коллективы города подготовили насыщенную, яркую и праздничную программу. Подробнее далее. Согласно указу президента, ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается День Домбры. После чего казахстанцы празднуют День столицы. В рамках праздника в Петропавловске пройдет фестиваль «Казалжар Мьюзи Квест-2022». На протяжении 7 дней на главной площади областного центра будут проходить массовые мероприятия. Первый день у нас начнется с традиционной музыки. Это большой коллектив, инструментальный оркестр казахский имени Сейксеры. Наши областные филармонии приезжают. В каждом дне, практически каждом дне у нас будут определенные свои хедлайнеры. В первом дне это у нас, конечно же, известные наши традиционные исполнители сказок концерта с нашей столицы. Это Ярман Расхали и Нурбола Тарзамасов. Здесь Нурбола Тарзамасов. Второй день это у нас будет продолжаться джазовая музыка и симфорога. Здесь также коллективы наши областные филармонии подключатся. Третий день это у нас будет хореография. Здесь у нас будет, скажем так, представители Акмульевской области коллектив, Унаута Густиен коллектив танцевальный, а также с зарубежной стороны, это Башхорстан, республика Башхорстан, коллектив хореографический Айтуган. Старт мероприятием будет дан на главной площади в 11 часов, где развернется театрализованная концертная программа «Сиюк Тагала». Далее жители и гостей ждут выступления солистов города и области. Гость программы – певец и композитор Кайрат Байкенов. Площадь будет оформлена тематическими фотозонами. Многим придется по вкусу библиогород с летним читальным залом, с уголками для чтения и рисования, игровыми программами для самых маленьких, а также для людей старшего поколения. Здесь же пройдет акция «Бесплатный аквагрим. Рисуем настроение». Палата предпринимателей планирует провести выставку «Лучший товар Казахстана». На площадке у центрального входа в парк культуры отдыха будет организовано ряд мероприятий интересных маленьким жителям. Тут пройдут выступления кукольные труппы, мастер-классы по ИЗО, игровая программа с аниматор. Здесь же в молодежный ресурсный центр подготовлен ряд мероприятий, таких как поздравительный флешмоб, национальные игры, фотовыставки и много-много другое. В завершении состоится опен-эйр с участием клубного диджея «Майор с эффектами фаер-шоу». Маляка Кайрат, Михаил Казначеев, Служба новостей. Выявили сильнейших правоохранителей области по деревому спорту. В Петропавловске прошел четвертый вид спартотеады физкультурно-спортивного общества «Динамо». Кому улыбнулась спортивная удача, вы узнаете далее. 11 коллективов физкультурно-спортивного общества «Динамо». Каждый участник выполнял два упражнения – толчок гири двумя руками и рывок одной рукой. Сегодня стартовал четвертый вид традиционной спартотеады физкультурно-спортивного общества «Динамо» – соревнования по гиревому спорту. Впереди у нас, вернее позади у нас остались соревнования по лыжным гонкам, соревнования по волейболу, соревнования по стрельбе из боевого оружия. Сегодня на помост вышли наши самые сильные мужчины. В напряженной борьбе сильнейшей стала команда областного департамента полиции. Второе место заняли представители Академии национальной гвардии Республики Казахстан. Эти две команды признаны основными соперниками нынешней спартотеады. Третьим призером соревнований стал отдел полиции Аюртауского района. «В принципе, сейчас здоровый образ жизни и активный образ жизни, я думаю, это очень популярное направление, да, как среди молодежи, так и среднего и старшего возраста. Поэтому вот такие мероприятия, которые проводит наш департамент, да, я думаю, они только показывают, допустим, какой-то уровень спортсменов, но и другим начинающим, любителям показывают, что можно проявлять себе, участвовать правильно, пробовать свои силы». Спортивные мероприятия помогают сотрудникам полиции поддерживать хорошую физическую форму, укрепляют здоровый дух спортивной состязательности и командную сплоченность. Следующим видом спартотеады будет мини-футбол. Соревнования по нему пройдут в июле. Адилия Акушекова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.